всем большой привет добро пожаловать на мой канал и сегодня мы вместе с оксаной алексановой запускаем новый челлендж на наших каналах который называется пора собирать грибы так как сейчас грибная пора ну мне например вообще грибы нравится раскрашивать то есть не скажу что это делаю как-то вау супер но мне просто это нравится ну и вот мы решили сделать такой и тематический челлендж я тут приготовила стопку раскрасок где есть грибы хотя раскрасок у меня очень много и грибы наверняка представлены еще где-то и стопка могла бы быть больше но это то что вот первое вспомнилось ну и конечно я даже половины за сутки а челлендж у нас будет длиться 24 часа за 24 часа конечно же я не успею много раскрасить но просто для разнообразия покажу прошу прощения покажу где же я тут грибы нашла ну и там посмотрим может быть в процессе что-то другое выберу ну давайте приступим я в этом месяце мало задействовала раскрасок по номерам точнее нет из журнальных я вот но из таких тоненьких одну задействовала и также у меня были цветовой квест животные и города и color tronic но обычно я много задействую таких раскрасок вот ну и здесь вот волшебные раскраски мир вокруг нас тут есть тут по временам года ну и вот я как раз открыла вот на такой иллюстрации пожалуй я с нее именно и начну как мне кажется вот далее ханна карлсон дневные грезы здесь в принципе много грибной тематики тут я еще пока ничего не выбирала просто она у меня стояла в планах на месяц и здесь уже одна иллюстрация раскрашена вот но может быть я что-то по раскрашиваю тут ну скорее всего что-то из вот этих мне вот нравится у оксаны алексанова и красиво вот эта иллюстрация сделана насколько я помню расцветный час ханна карлсон тоже тут грибная тематика вот я сразу открыла и грибы вот далее арт-йога 4 номер август сентябрь 17 год так здесь тоже что-то грибное мне попадалось где-то вот но эту иллюстрацию она мне в принципе нравится но не знаю посмотрим также мне вот оксана дарила сказочную сотворель ну и здесь я эту раскраску еще не начинала но здесь тоже есть грибы вот и наверное я все-таки эту иллюстрацию раскрашу ну никуда без вот этой раскраски калинка до малинка издается более 30 лет здесь вот есть где разгуляться грибов тут очень много моя одна из самых любимых раскрасок волшебный мир фей где я в основном акварелью и тут вот такая иллюстрация присутствует возможно тоже ее задействую далее джоанна бэсфорд зачарованный лес так здесь тоже где-то грибы попадались я не уверена что я буду в ней раскрашивать поэтому если до нее руки дойдут то я покажу какую выбрала иллюстрацию а мария тролли в час заката она у меня каждый месяц в планах на ее вместе с оксаной как раз таки раскрашиваем на этот месяц я здесь уже план выполнила раскрасила иллюстрацию поэтому сейчас ее постараюсь не показывать вот а так здесь много тоже грибов и вот это вот ну и тут еще вон пожалуйста грибы еще тут мне что-то такое попадалось короче да вон полно можно что-то выбрать далее джоанна бэсфорд айви и чернильная бабочка здесь ты здесь тоже не знаю много немного но грибы присутствуют я и по памяти так вспомнила что вроде бы они тут есть и нашла ну и такая вот тут иллюстрация грибы и собственно мышь символ года вот еще грибы я даже закладку сделала и здесь тоже то есть в принципе можно повыбирать ну и конечно же лулу майя у меня по-моему только вот миллион собак нет но и по-моему сейчас еще русалки что-то такое вышло в миллион сов присутствуют грибы вот они ну и там возможно где-то еще миллион котов миллион ленивцев и миллион единорогов так что сейчас я определюсь какую я буду иллюстрацию раскрашивать первую и потом обязательно вам покажу ну в общем определилась как и собиралась первую иллюстрацию я раскрашу вот эту так как соскучилась я по этим раскраскам хочется мне здесь что-то такое ну вообще расслабиться и честно мне сейчас как раз хочется это какое-то такое вот под настроение деятельности скажем так хотя я только приехала из отпуска общем-то у меня и настроение хорошие все дела но в общем чтобы из этого поле не выходить энергетического вот начну это меня как бы так успокоит потом я возьму калинка да малинка и раскрашу вот эти грибы у нас сыроежки насколько я понимаю ну да вот здесь я тут будут фломастеры ну может быть эти аквамаркеры здесь конечно же акварель может что-то доработаю карандашами но у нас с оксаной нет привязки количеству иллюстрации к творческим материалом то есть где хотим сколько хотим и чем хотим раскрашиваем 24 часа так что буду делать включение первую вот эту иллюстрацию я сделала минут наверное за 40 вот аква браш мазали использовала на редкость они особо то и не протекали что меня порадовало но волшебных раскрасках в разных выпусках разная бумага поэтому если здесь почти не протекала то в другом издании может вполне себе протекает ну в целом мне во первых этими маркерами кисточками легче раскрашивать точнее быстрее ну и как бы они меньше полосят в отличие от каких-то обычных фломастеров с обратной стороны вот так вот все выглядит то есть вот видите немножко по сути просвечивает но в основном все нормально ну и как я и собиралась раскрасила вот эту иллюстрацию но у меня на нее тоже в общем-то минут 40 ушло потому что акварелью довольно таки просто единственное что может быть что-то я здесь доработаю карандашами но вообще не факт потому что в принципе меня в основном устраивать но может быть все-таки что-то я и подумаю сделать но здесь как как вы видите контур есть и тонкие и толстые поэтому по сути даже в черном карандаше здесь нет никакой необходимости люблю я вот эти раскраски они классные так но акварель я использую всегда здесь детскую и как правило луч но вот наконец-то этот набор стала использовать с обратной стороны все замечательно никаких проблем но здесь это не я раскрашивала это готовый как бы пример но в любом случае не хотелось бы попортить страничку но вот здесь вот лист намок но я думаю когда он высохнет тоже не должно быть никаких проблем следующее я для себя выбрала волшебный мир фей и вот эту иллюстрацию и и я также буду красить ну скорее всего вот этой акварелью хотя в принципе здесь можно использовать наверное односторонние иллюстрации белые ночи поэтому может быть и белые ночи гамма виста артиста поиспользую наверное посмотрим потом в процессе расскажу будет здесь перламутровая акварель и луч ну или гамма посмотрим лучше мне нравится больше нога муж тоже надо использовать так что вот потом в процессе включусь но на сегодня это будет наверное так сказать крайне иллюстрация а уже утром буду что-то еще окрасить сегодня утром я закончила вот эту иллюстрацию но я вчера вечером просто здесь все закрасила акварелью это акварель в кюветках там но у меня белые ночи виста артиста и гамма это по моему было гамма и виста артиста вот ну и тут перламутровая акварель луч гелевая ручка crown розовая и белая вот и сегодня я немножко доработала карандашами но здесь у меня каханур носилки black черный и ашановские такие два карандаша тоже вот здесь вот я дорабатывала вот такая получилась у меня иллюстрация сначала она мне жутко не понравилось но сейчас я на нее посмотрела по другому знаете а так и бывает что сначала сначала как бы что-то нравится потом не нравится или наоборот сначала не нравится потом нравится ну доделала думала что успею еще много чего сделать но в итоге у меня весь день был занят поэтому у меня еще по челленджу есть время но максимум там может быть на одну-две картинки миллион ленивцев лолу майя здесь хочу раскрасить вот эту иллюстрацию вот и подошел к концу данный челлендж стопка с раскрасками было довольно таки внушительное но в итоге задействовала я всего только четыре начала челлендж бодро и потом как-то вот темп сильно замедлился практически остановился и результаты не такие какие хотелось бы видеть но мне понравился сам челлендж и я думаю что обязательно его повторю ну что же давайте посмотрим что же у меня тут получилось во первых вот эта иллюстрация мир вокруг нас аквамаркеры мазали туда всего 4 грибочка но такая в тему иллюстрация и мне было так приятно ее раскрашивать далее волшебный мир фей тоже в принципе я сейчас на нее смотрю немножко по-другому и не все так плохо то что изначально она меня прям совсем удручала вот очень люблю эту раскраску дальше а дальше миллион ленивцев лулу майя здесь иллюстрация сделана вот я на ней тоже долго задержалась хотя она самая такая простенькая и кстати раскрашена она но как-то в несвойственной мне манере но мне что-то захотелось очень яркого в итоге получилась вот такая иллюстрация фон сделан акрилом луч красным но кстати он все-таки больше и уходит в оранжевый у меня набор из 6 цветов то есть это основные цвета это как бы предполагается красный но он все же немножко в оранжевый уходит ну я обычно мухоморы крашу как-то в стандартных наверное если так можно выразиться на цветах но что-то мне захотелось как-то по-другому раскрасить единственное я очень жалею что я все-таки взяла фиолетовый цвет нужно было выдержать два цвета это вот этот и синий тогда было бы гораздо лучше но в любом случае я оторвалась так сказать получила в общем-то удовольствие всяких зверей я тоже закрасила акрилом перламутром металликом здесь еще белая ручка crown присутствует а карандаши здесь вот вот эти вот ну вообще карандаши которые я использовала это фикс прайсовские premium 36 цветов и ашановский 50 цветов но в общем-то мне они очень нравятся их люблю поэтому и использовала ну просто почему я еще решила здесь использовать акрил потому что это же наши российские здания бумага здесь плохая мне бы конечно какие-то ну грибы то я и так и так карандашами собиралась красить но знаете хочется где-то может быть и фломастерами покрасить еще чем-то но к сожалению бумага здесь этого не выдерживает ну вернее как фломастер это еще выдерживает аквамаркеры например нет акрил как видите он не протекает ничего не случается поэтому я вот как-то видела себе примерно так эту работу и когда я нанесла красный фон мне все нравилось несмотря на то что я красный цвет просто ненавижу но потом когда я что-то стала красить думаю господи какая мешанина потом сейчас что-то смотрю да нет вроде необычненько ярко ну и слава богу ну и четвертая работа в раскраске калинка да малинка здесь у меня вообще здесь заявлено сыроежки но что-то мне как-то не ассоциируется вот этот гриб сыроежка поэтому тут сыроежка тут ну вроде бы как подосиновик это я тут сочетала разные цвета я уже даже не помню какие я взяла оранжевый два цвета потом добавила еще какое-то его я не умею смешивать цвета но в том плане чтобы какой-то еще оттенок получить наверняка как в базовых вариантах там желтый зеленый что-то такое это конечно я умею но другие вот так вот знаете чтобы знать что взяла это 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 и получил такой-то цвет я так не умею но почему-то у меня всегда интуитивно получается но это приходится в тоже когда я раньше мыловарением занималась то мыло во многом было реалистично и и мне конечно приходилось я довольно как получилось в принципе нормально ну и тут я где-то чем-то руководствовалась но в целом вот так с обратной стороны вот никаких проблем нет как я говорила все высохло и здесь тоже все хорошо выглядит я считаю что для раскраски это очень важно потому что когда ее потом перелистываю все-таки приятно когда она аккуратная они угвозданной и прочее вот напоминаю что челлендж мы проводим вместе с оксана и алексановой обязательно проходите на канал к оксане смотрите что же она раскрасила ну и вообще у оксаны много разных видео интересных сейчас в основном это про раскраски про покупки раскрасок из иностранных в том числе сайтов но есть и обычные лайф-влоги и всякие там пустые баночки прочее так что проходите очень интересный канал ссылку на канал оксаны я оставлю под видео а я благодарю вас за просмотр желаю вам хорошего настроения вдохновения позитивных эмоций и мы с вами обязательно увидимся в следующем видео пока пока